Дорогие друзья, добрый день. Надеюсь, нас хорошо видно и слышно. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру. Недвижимость за рубежом. Ну, в непростое время мы действительно живем, и каждый делает, ну, какой может, вклад в то, чтобы ситуация как-то улучшилась, как-то успокоилась. Наша миссия – это информация, и мы сейчас, понимая, что, в общем, других способов, кроме как онлайн связаться с экспертами, возможности нет, связываемся онлайн. Собственно, онлайн история весьма замечательная, хвала тем, кто придумал интернет. В течение сегодняшнего дня, а также и не сегодняшнего дня, а вообще ближайших нескольких недель, мы регулярно будем устраивать подобного рода вебинар-марафоны, мы их назвали так. Конечно, марафон – это название в данном случае условное, но в течение ближайших нескольких часов мы с вами, пусть и виртуально, окажемся в разных частях земного шара. Собственно, сразу хочу предупредить, поскольку, ну, система у нас работает, интернет, в общем, вроде как никаким вирусом, слава богу, не подвержен, но всякое бывает. Если вдруг случайно какой-то сбой произошел, например, вы вылетели из чата, или вдруг вам показали информацию о том, что вебинар закончился, не поленитесь, просто еще раз войдите по той же ссылке. К сожалению, вот последние несколько дней, даже на репетициях наших, когда мы просто связь проверяли с нашими коллегами, система давала некоторые сбои. Но ничего страшного. Итак, сегодня мы общаемся с шестью экспертами из пяти стран. Расписание, надеюсь, вы видели, если не видели, сейчас я вам его покажу. Вот оно на экране здесь появилось. Расписание вебинаров, и из него вы понимаете, что уже целую две минуты, как я должен общаться с нашим первым экспертом, с генеральным директором компании «Стерит Барселона» Павлом Масловым. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп, и рад приветствовать, дорогие коллеги и друзья. Вот Захар сразу написал нам «Добрый день, не болеете». Вот, Павел, вы сейчас… Спасибо. Спасибо, это сегодня? Да, актуально, актуально, да. Сегодня это более чем актуально. Где вы сейчас находитесь, территориально? Находимся мы сейчас в городе Барселона, практически в самом эпицентре пандемии, если верить новостям и верить собственным глазам, то, что происходит у нас на улицах и вокруг. А вы в офисе или дома? Сейчас я нахожусь дома. Дома? Сейчас я нахожусь дома. В офис мы ограничили приход наших сотрудников. Все стараемся работать из дома, на связи. И, в общем, предпочитаем лишний раз не рисковать. Ясно. Скажите, пожалуйста, информации о том, что есть там карантин, есть некие ограничения, мы слышим довольно часто. Но все-таки вот ваш взгляд… Расскажите, что же на самом деле сейчас у вас происходит? То есть куда вы можете выйти, куда не можете, есть комендантский час, нет. Как это все происходит? Ну, комендантский час, наверное, как такового, да, в настоящем его понимании, наверное, нет. Но у нас есть режим карантина. Режим карантина подразумевает под собой, что без крайней необходимости из дома выходить не рекомендуется и запрещено. Крайняя необходимость – это поход в супермаркет за продуктами и поход в аптеку. Также нам разрешена поездка из дома до офиса по каким-то срочным делам. При этом нам необходимо иметь путевой лист, выписанный компанией, подписанный руководителем за печатью, в котором будет проставлена цель, адрес, откуда выехал и куда едешь и зачем. В противном случае, при несоблюдении этих трех параметров, если полиция вас встречает на улице, вам полагается штраф. Штраф составляет от 300 до 30 тысяч евро. В зависимости от тяжести и вашей наглости. Но вот по вашим ощущениям, все-таки большая часть вот этих ограничительных мер, они влияют на сознательность больше граждан? То есть или все-таки это жесткие запреты? Смысл этих ограничительных мер, на мой взгляд, исходя из тех репортажей, которые мы видим по телевидению каждый день, они заключаются в том, смысл заключается в том, чтобы снизить нагрузку на госпиталь. Потому что вся медицинская система, как Испании, так и других стран, и Франции, наверняка и России, она рассчитана на определенную загрузку. Чтобы загрузка не была такой, что в госпитале не справляются, они пытаются людей рассадить дома. И при всем при этом загрузка сейчас у нас сумасшедшая. У нас на каждый аппарат искусственного дыхания три человека. И не все, к сожалению, могут получить эту помощь. Знаете, обычно там принято желать здоровья, но никогда это, наверное, не делалось с такой искренностью, и никогда мое пожелание не было настолько актуальным. Да, к сожалению. Мы сами тоже не ожидали, что будет все настолько серьезно. Еще две-три недели назад мы ходили с улыбками, мы расшаривали мемы в каких-то социальных сетях, с шутками на этот счет. У нас были балконные дискотеки с поддержкой населения, которое сидит по домам, выходили диджеи. Сейчас это все уходит, потому что люди осознают, насколько это все серьезно. И когда ты понимаешь, что за соседом приехала скорая помощь, и неизвестно, вернется он домой или нет, то шутки уходят на второй план. Скажите, вот вы сказали, что можно выйти в магазин, но можно прогуляться с домашним животным. Вы ходите в магазин, все ли есть в магазинах? Насколько это же отаж сейчас, о котором говорили? Первые два дня, я понял ваш вопрос, первые два дня, когда объявили о карантине, у народа пошла небольшая гония, они побежали в магазин скупать все подряд, потому что думали, сейчас, что мы будем делать? Целую неделю дома сидеть. Давайте наберем каких-нибудь продуктов. И, кстати, это такая заразная штука, потому что в эти два дня я тоже зашел в магазин, какие-то мелочи, и смотрю, все хватает. И я автоматически тоже схватил там пару каких-то коробок, которые мне не нужны были. Но потом народ успокоился, и полки супермаркетов опять наполнились продуктами. Буквально вчера я был в супермаркете. На входе в супермаркет лежат перчатки, стоят диспенсеры с обеззараживающим, половина посетителей в масках, половина не в масках. Единственное отличие, которое я увидел по сравнению с обычным штатным ведомым днем, это то, что люди на кассе стоят в двух метрах друг от друга. Но в плане продуктов, цен, нет никаких абсолютных изменений по ценам, все полки битком, и, в общем, супермаркеты работают в нормальном штатном режиме. Вы сказали о необходимости в случае, если какой-то сотрудник или кто-то едет по каким-то офисным делам, соответственно, давать ему некий документ. Насколько больше полиции на улицах стало? Как-то проверяют жестче? Или это вопрос уже именно сознательности? Ну, я, к счастью, не имел больших каких-то передвижений от моего дома до моей работы, порядка, наверное, 10 километров. За неделю, за прошедшую, я был в офисе 3 или 4 раза, оставшееся время работал из дома. За все мои передвижения постов полиции на дорогах я не видел. Но знакомые говорят, что да, действительно, из балкона наблюдали, как пешеходам подходят и спрашивают документы, спрашивают, зачем они идут, куда они идут. В общем, я не видел. Окей, перед тем, как задать следующий вопрос, обращаюсь к нашим участникам. Их уже становится с каждой минутой все больше и больше, что очень приятно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате. Наш чат работает. Павел с удовольствием на них ответит. Но про недвижимость и подешевеет, я вас спрошу чуть-чуть позже. Скажите, как происходят дела вообще у вас в компании и у ваших коллег, насколько вы знаете. Вот, предположим, рынок недвижимости, он совсем-совсем замер или все-таки что-то происходит? Если происходит, то что? Смотрите, Филипп, наша компания работает на этом рынке с 2005 года. И мы на себе прошли в том числе события 2008-2009 года, когда рынок лежал ниже плинтуса, и мы направо и налево видели, как банкротятся компании, застройщики и дешевеет недвижимость. Вот, сейчас то, что мы успели, успеваем видеть, потому что кризис, он всего тут 2-3 недели последних. Вся история у нас. Ряд компаний начинает проводить и проводит ряд антикризисных мер. Все косты режутся на ноль, потому что понятно, что сейчас все заявки, запросы, сделки уходят на паузу. Соответственно, вопрос выживания, он достаточно актуален, и это основной вид деятельности практически всех рынков, не только рынка недвижимости. Сокращаются сотрудники, передоговариваются договора с контрагентами, меняются формы оплат по этим договорам, получаются большие скидки и прочее, прочее. Направление нашей компании, оно, наверное, состоит из двух. Первое – это купля-продажа, подбор недвижимости, сопровождение сделок. А второе – это управление недвижимостью, потому что наш продукт – это не только жилая недвижимость, но и коммерческая, наверное, даже в основном коммерческая недвижимость. Поэтому сейчас наша компания, она работает по двум направлениям и уделяет достаточно внимания и одному, и второму. Мы вносим изменения в договора с нашими сотрудниками, мы передоговариваемся с нашими поставщиками и прочее, прочее. А с другой стороны, в плане управления недвижимостью ведется очень большая и объемная работа с арендаторами наших клиентов. Потому что каждый день мы получаем письма от арендаторов с просьбой либо обнулить аренду на этот период, либо получение каких-то больших скидок. Какие-то арендаторы пытаются совсем отморозиться. В общем, в этом направлении. Сегодня я разговаривал только с утра. У меня было три встречи с адвокатами. Все по скайпу, кстати. Скажите, если мы говорим, как компания, которая подбирает недвижимость, если мы сейчас говорим о жилье, вы работаете с покупателями, с продавцами. На каком-то этапе, если сделка была, если там оставались какие-то формальности или какой-то, может быть, последний шаг, что-то сейчас технически сделать можно? Ну, то есть, там, нотариат пройти или что? У нас, да, сделка на нашем рынке, она идет двухэтапная. Первая – это выбор и резерв объекта с внесением какого-то задатка. И второй этап, собственно, завершающий – это переход права собственности, нотариальное подписание купчей, да, и внесение соответствующих изменений в регистр. Вот у нас были случаи, когда люди уже после первого этапа всерьез задумываются, закрывать им эту сделку или нет, потому что они ожидают, что рынок уйдет вниз вместе с ценами, и, соответственно, они не понимают, правильно они делают выбор или неправильно. И некоторые даже всерьез рассматривают возможность потери внесенных залогов для того, чтобы сейчас не заходить в сделку. Вот, то, что касается тех сделок, которые закрылись, ну, говорить нечего, прошли, они закрыты. И, кстати, наши клиенты, те ребята, которые основной свой доход имеют в рублевых, в рублях, вот, сейчас говорят, ребят, с падением рубля мы сделали правильный выбор, даже несмотря на то, что у вас рынок сейчас пойдет вниз, потом стабилизируется, и через полтора-два года все отрастет назад, а то и больше. По крайней мере, я сохранил свои сбережения, и не потерял. Скажите... Падение курса рубля, это тоже очень... Ну, понятно, что нынешняя ситуация, она, к сожалению, совершенно необычна, и давать какие-то прогнозы здесь бессмысленно. Но давайте все-таки вспомним историю с 2008 годом. Как проходила история в 2008 году, как тогда действовал себя рынок, через сколько, после того, как начались, ну, совсем такие явные... Ну, по снижению спроса, тогда оно тоже было. Вот, если, даже не проводя параллели, просто оценивая воспоминания, опираясь на них, что можно сказать? Ну, смотрите, Филипп, мы проводим, кстати, параллель между двумя кризисами, ожидаем, что здесь будут события разведаться плюс-минус по тому же сценарию. Сначала было затишье, народ не понимал, что происходит, не понимал глубины, это как вот в том произведении литературном, когда птица летит над полем и смотрит над полем боя, на этот туман, который закрывает поле, и она не понимает, что там падает. И все ждут, когда туман рассеется, чтобы понять объем кризиса и глубины его, и, собственно, временных рамок, которые нужны будут для того, чтобы рынок начал отрастать. Вся история в этом. Все сидят и ждут, ждут, чтобы что-то прояснилось, и мы поняли. С одной стороны, мы получаем какие-то негативные новости, негативный фон, как и в 2008 году. Здесь этот слаг складывается, здесь такое количество людей увольняется, здесь, а с другой стороны, положительных. То есть у нас, наше правительство, государство начинает заливать экономику бесплатными дешевыми деньгами, которые после того, как все просядет, просадку мы ожидаем, останутся на рынке. И представляете, все рано или поздно заканчивается, любой кризис заканчивается. И когда все это придет, при таком зажатом спросе и при таком количестве дешевых денег, президент Санкт-Петербург объявил рекордом вливание в размере двух триллионов экономик, рекордом за всю историю США. Эти два триллиона остаются на рынке, так или иначе, когда просадка придет, она придет, как в 2008 году. Пойдут очень большие лифты вверх, и вся наша задача оставаться рядом с нашими клиентами, которые профессионально инвестируют в недвижимость, понимать, где находится сейчас рынок и выстраивать правильные прогнозы, исходя из той информации, которая у нас здесь есть внутри. Но отросты точно будут. В 2008 году просадка шла до 2012-2013, и 2012-2013 это было время больших возможностей. Больших. Когда кредиты раздавались под 100% от покупаемой недвижимости, когда менялись заемщики, когда подбиралось все с бонусом 40-50% от рынка. И думаю, что плюс-минус, если еще подзатянем, и ситуация сегодняшняя сохранится хотя бы на 2,5-3 месяца, что так и будет, то думаю, падение рынка составит процентов 30-35, а то и 40. Это в целях. Вы говорите, это цены могут снизиться. Да, это в ценах. Это в ценах. И это будет время очень хороших возможностей, потому что Средиземное море всегда было Средиземным морем. На протяжении нескольких тысяч лет за эти земли воюют, и Барселона всегда останется в Барселоне. Вопрос времени. Еще мы обратили внимание, кто пострадал сильнее в 2008 году, и примерно то же самое мы прогнозируем, если кризис будет развиваться в той динамике, в которой он идет, чтобы проходить здесь. То есть все ребята и все инвесторы от маленьких до средних и каких-то больших инвесторов, которые оперировали на рынке коммерческой недвижимости, в плане аренды, то есть у них были помещения, которые они сдавали в аренду, они все выжили, прошли благополучно, все арендаторы заплакали, попросили снижение ставок на 20-30 процентов, но через полгода все ставки вернулись, через год все отросло, и они прошли. А все застройщики и все девелоперы, которые сидели с большой кредитной нагрузкой, с большими обязательствами и без конечного продукта, который невозможно продать на рынке из-за отсутствия ликвидности, финансирования, спроса, непонимания, что будет завтра, их всех смыло. Мы видели банкротство один за одним. Думаю, что плюс-минус то же самое будет происходить сейчас. Арендная недвижимость, извините. Ага, вот сразу тогда уточнить. Хочу, во-первых, сказать коллегам, что мы рассчитываем на то, что запись этого и всех последующих вебинаров мы опубликуем завтра. Соответственно, у нас будет отдельный материал, поэтому посвященный, и на странице YouTube мы тоже опубликуем, безусловно, наш отдельный вебинар. Павел, а вот вопрос-то мой в следующем. Считается, что Испания, в общем, лучше была готова к любым катаклизмам, чем, скажем, в 2008 году, хотя бы по той причине, что вот этих безумных кредитов в 110% от стоимости недвижимости просто не было. К какой степени это так, и что сейчас происходит с ипотеками? Кто взял ипотеку, ходит ли это разговор о том, что ее можно как-то смягчить или продлить? Да, Филипп, соглашусь с вами о том, что Испания, или подтвержу, да, ваше предположение о том, что Испания была чуть лучше готова, чем в 2008 году, и мы это сейчас видим повседневно. Ровно полторы или две недели назад премьер-министр Санчес выступил в прямом эфире, сказав о том, что они выделяют, вливают в экономику Испании 300 миллиардов. Тем или иным способом. Значит, всем компаниям от маленьких до больших разрешили по льготной, так скажем, системе сокращать свои расходы, затратную часть, чтобы не было банкротства, чтобы избежать. Значит, людям, изначально сразу, это было в первом пакете мер, которые остались без работы по причине кризиса, разрешили взять мораторий на выплату ипотеки. Вне зависимости от их доходов, просто вот была у тебя ипотека, сам факт того, что она у тебя есть, достаточен для того, чтобы как-то ее продлить. Не совсем так. Если ты пострадал и считаешься пострадавшим от кризиса, грубо говоря, твой работодатель поставил твой трудовой договор на паузу. Это так называемые ЭРТы, это, кстати, повлажка, ну не повлажка, а такая помощь, которая пришла нам как компания работодателя. Мы имеем возможность сократить персонал, но не сократить-сократить, как раньше это было, а поставить трудовые отношения на паузу. В этом случае государство берет на себя обязательства по оплате заработной платы сотрудникам. В полном объеме? Да, по-моему, 70 или 80 процентов, в зависимости от сути. Ну, это что-то, и для нас это очень важно. И с одним условием, что после того, как кризис пройдет, мы обязаны вернуть их назад. И мы в этом заинтересованы, потому что каждый сотрудник наш, большой специалист, мы именно дорожим, и это наш большой актив. Плюс сейчас в эту пятницу или в этот вторник планируют опубликовать второй пакет мер, который предусмотрит компенсацию, возможность моратория по уплате аренды, как жилой, так и коммерческой недвижимости, с компенсацией со стороны государства. Маленькие инвесторы и частные лица в этом пакете мер я видел черновик или проект этого закона. Наши адвокаты нам его предоставили. Значит, и в проекте сказано следующее, что в случае, если я не могу платить аренду своей жилой недвижимости, я могу этого не делать. В этом случае государство компенсирует за меня собственнику квартиры неполученную марину. В случае, если я являюсь небольшим инвестором, у меня, допустим, есть две квартиры или два коммерческих локала, коммерческих помещения, то государство также в 100% компенсирует собственников. То есть государство платит за свою аренду. В случае, если инвестор уже идет средний, то есть у него количество локалей 3, 4, 5, там идет по снижающей и понижающей коэффициент. Грубо говоря, если инвестор уже более-менее крупный или компания, у нее больше 8 единиц объектов коммерческой недвижимости, то компенсация составляет всего 10%. То есть защищает мелких и средних, чтобы они протянули, но не очень защищает больших. Ждем публикации в пятницу или вторую, чтобы было понятно. Скажите, а вот все эти истории связаны с ипотекой. Ну, понятно, что многие клиенты в том числе и по-русски говорящие, наши посетители из России, из Украины, они тоже брали ипотеку. К ним какие-то здесь преимущества, какие-то бонусы они могут получить? Что вообще делать в такой ситуации? Здесь законодатель не разделяет это наш соотечественник, не наш соотечественник. Здесь он разделяет владелец недвижимости. Точка. Все владельцы недвижимости. Единственная диверсификация идет по типу владения недвижимости. Если это первая резиденция, то есть основное место жительства, то собственник имеет право запросить мораторий и не платить ипотеку на этот период. А если это вторая резиденция, грубо говоря, по-нашему, это дача, на которой человек приезжает из Москвы или из Петербурга, то нет, ребят, извините, вы не можете освободиться. Хочу акцентировать, что речь идет о моратории на ипотеку. То есть государство за вас не платит, он просто вам дает отсрочку, покрывая банка на процент. А вы отвечаете все укропать. Пожалуй, самый первый вопрос, который у нас прозвучал, очевидный, что такой вопрос возникнет, вы на него уже ответили, но все-таки немножко поподробнее. Все-таки по вашим ощущениям, что будет с ценами? Ну давайте рассматривать, ну там совсем оптимистичный сценарий, вся история заканчивается там, ну или по крайней мере ослабление первое начинается в апреле, но все равно получается, что два месяца потеряно. Более реалистичный, наверное, это если история ближе к лету или летом, совсем уж пессимистичный рассматривать не будем. Рассмотрим историю такую среднюю, то есть допустим, вот весна потеряна, но начиная с мая жизнь как-то там, с июня жизнь как-то начинает оживать. Ваш прогноз, если мы говорим про Барселону? Филипп, мой прогноз, я могу ошибаться, наверное, как и все остальные участники рынка, потому что мы не видим целиком глубины кризиса, да, какое количество мы просидим по домам, какое количество времени не будет потребления, будут закрыты отели, гостиницы, рестораны, и все, просто нет продаж ни у кого. Вот, все будет зависеть от этого. Если мы просидим еще по домам месяц-полтора, это будет означать, что мы теряем туристический сезон, который составляет, а туризм в экономике Испании составляет порядка 30%. Это очень невесело. Мягко скажем, да. Да, пройдется катком и по нашему рынку. В двух словах, наш прогноз, рынок уйдет вниз. Я думаю, что он будет идти вниз до октября-ноября этого года, возможно, до конца лета. Я уверен, и мы доносим это все до наших клиентов, с которыми мы работаем постоянно, до инвесторов, которые работают на рынке коммерческой недвижимости, что это для нас очень благоприятное время, оно хорошее. Выиграют те ребята, которые сидят сейчас в кэше и у которых нет большой кредитной нагрузки. Нужно только дождаться времени и пойдут большие-большие отросты вверх. И они будут просто стремительные, потому что огромное количество денег, которое заливается в экономику, бесплатных денег, очень долгое количество времени будут затянуть спрос. Это будет время больших возможностей. А вот скажите, нужно дождаться какого-то момента, как инвестор, тем более, если это не глобальный инвестор, а инвестор просто, назовем его так, туристический, желающий купить одну, две квартиры, может быть, какой-то небольшой магазин. Какие параметры он должен увидеть на рынке, чтобы понять, вот сейчас пора, когда рельсы откроют, или это все-таки параметры более такого экономического толка? Надо смотреть, когда нас выпустят из дома, отсюда мы будем понимать, когда откроют границы и когда возобновится нормальный рабочий режим на разных рынках, не только на рынке, допустим, недвижимости, но в том числе и на рынке автомобилестроения, продаж автомобилей. Как только мы будем понимать, когда мы вернемся к нормальной жизни, вот, соответственно, тогда нужно уже выстраивать прогнозы. Скажите, пожалуйста, вот какие процедуры сейчас по вашему опыту можно делать? Понятное дело, что, может быть, смотреть на цену сейчас, ну, и не очень целесообразно, надо посмотреть, что будет, когда вся история более-менее закончится. Но, во-первых, можно ли сейчас какую-то процедуру совершить? Что можно сделать удаленно, что нет? Да, мы тоже, у нас есть пару сделок, которые просто стоят на стопе вот как раз из этой ситуации. В экстренных случаях мы можем закрывать сделку сейчас. В экстренном случае может нотариус фиксировать переход права собственности, банки работают в обычном рабочем режиме, кстати, в том числе принимают в офисах по срочным вопросам. Если мы договоряемся о встрече, директор нашего отделения, отделения банка, с которым мы сотрудничаем уже последних 8 лет, приезжает, встречает, и мы закрываем. То есть сделка технически закрываться может. Вот, насколько это сейчас прям в настоящей парадигме необходимо, я рекомендовал нашим клиентам рассматривать сделки, если они сейчас идут очень хорошим бонусом. Хороший бонус, как мы сейчас видим, это 25-30% от рынка. Такие объекты мы уже начинаем подбирать. Мы уже видим, какие небольшие инвесторы с большой кредитной нагрузкой еще могут сейчас обманкотиться. Мы видим, что на рынке неделя, две, три начнут появляться уже интересные предложения, которые можно рассматривать, можно отторговывать. Но самое главное нам сейчас, чтобы рассеялся туман над полем боя, чтобы увидеть, что там внизу. После этого сможем делать хорошие рекомендации нашим клиентам. Вы говорите о первичке или о вторичке? Где могут появиться такие предложения? Или по большому счету по всей палитре рынка? Это может быть по всей палитре рынка. И по вторичке застройщикам, и по первичке у застройщиков большие могут быть проблемы в виде их высокой закредитованности. Первичка, мелкие инвесторы, средние инвесторы, большие инвесторы, такие как банки тоже, но это отсрочено по времени ввиду длительности процесса изъятия этого актива в случае банкротства заемщика. Или неисполнение своих обязательств. По всему уровню. Абсолютно по всему. Окей, перед тем, как задать уже последние буквально пару вопросов, я попросил бы коллег своих опубликовать в чате с контакты с компанией Павла, с тем, чтобы по результатам, по итогам можно было бы, если интересно, связаться. Павел, ваши контакты, признаете? Вот они появились. И, например, признаю на их. Ну вот, отлично. Признаю на их, что наша компания. И скажите, такой момент еще, все-таки вы сказали, что вот срочные сделки, как это сейчас можно завершить? А кто является, кто показывает, что это сделка срочная, кто это решает и что значит срочная? Срочная сделка это то, что мы привыкли считать рынком. Если мы видим, что ликвидный объект согласно старым параметрам рынка, месторасположение, его локейшн, экономика гораздо ниже того рынка, который мы видели три недели назад на 20, на 30, на 40 процентов, мы считаем, что это хорошая будет сделка. Это будет очень хорошая сделка. Туда можно заходить смело, заходить сейчас в этой парадигме сегодняшний, и через полтора-два года это будет считаться очень хорошая. Мы это видели в 2013-2015 годах. Единственное уточнить хочу, я немножко еще другое имел в виду, вы сказали, что несмотря на вот эти жесткие ограничительные меры, сейчас сделку как-то завершить можно, но для этого вы сказали, она должна, если я правильно вас услышал, она должна быть признана необходимостью, прямо вот сейчас ее как-то надо завершить. нотариальные конторы сейчас в штатном режиме не работают, но всегда есть дежурный нотариус, и в случае, если мы говорим о том, что, ребят, мы не можем провести эту сделку без, то есть, ожидая, когда снимут мораторий, нотариус придет и сделает, проведет эту сделку, сделает отметки, необходимые в регистре, примет все документы и зафиксирует переход права собственности. Отлично. Ну и, Павел, на самом деле, наверное, это мне, или точнее нам, всем нашим зрителям надо пожелать и вам, и вашей компании, и до Испании в целом поскорее, чтобы закончился этот кошмар, потому что, ну, дороже жизни в этой жизни нет ничего. Уж простите за тавтологию, а, конечно, из Испании новости приходят невеселые, да и, собственно, мы тоже с вами общались несколько недель назад, вы улыбались гораздо чаще, чем сегодня, но, слава Богу, улыбаетесь сейчас. Спасибо. Скажите просто несколько слов, буквально, надеюсь, обнадеживающих, что, как, всем нам, всем, кто сейчас здесь собрался. Филипп, спасибо за пожелания, за ваши, отвечу вам взаимностью, берегите себя, дорогие друзья, берегите, коронавирус, он существует, это не какая-то история, которая придумана, мы это видим в живу, вот, а в целом могу сказать, что любой кризис это время возможностей, время возможностей увидеть свои ошибки, которые мы совершали, время увидеть и получить новые возможности, время возможностей хороших, больших заработков, то есть, понятно, что инвестиции в рублевую недвижимость, они интересны, когда есть хорошая прибыль, и хорошая рентабельность, но эта хорошая рентабельность обусловлена тем, что в нее заложены большие риски, рублевые, инфляционные риски, и думаю, что это время мы сейчас должны рассматривать, как время больших возможностей, смотрите в сторону Испании, других рынков европейской недвижимости, уходите от инфляционных, уходите от валютных рисков, наблюдайте за тем, что происходит сейчас на рынке, и когда на истане тот самый момент, который должен настать, принимайте решение, не сомневаясь, приходите к нам, либо к нашим коллегам, и мы постараемся помочь вам, а в целом по здоровью, берегите себя, пожалуйста, и отнеситесь серьезно к мерам карантина и прочим историям. Думаю, что наше правительство или те ребята, которые задают повестку дня, не договаривают о том, как есть, и ситуация может быть немножко иной в России, нежели ее преподносят с центральных каналах телевидения. Окей. Спасибо большое. Павел Маслов, компания «Стейд Барселона» и «Испания». До встречи. Встретимся в Испании, встретимся в России. Испания «Стейд Барселона»